Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм. Всем привет, мои хорошие! Читая ваши комментарии, вижу, что многие жалуются на то, что нехватка времени на приготовление диетической еды, что, чтобы худеть, нужны деньги, что это дорого, что это долго и нет невозможности, нежелания готовить отдельно для себя и для семьи. Сегодня я хочу развеять все ваши сомнения и показать три рецепта. Кстати, вот кто меня спрашивал, на что можно заменить колбасу или ветчину. И также, я думаю, эти рецепты будут интересны тем, кто писал, что же можно приготовить такое, чтобы приготовить один раз. И этого хватило практически на неделю. Итак, девочки, сегодня будет три очень вкусных блюда, недорогих по цене. И для того, чтобы их приготовить, я считаю, что вообще не нужно никаких кулинарных навыков. Но, тем не менее, если вы даже потратите выходной день, час или полтора на приготовление этой вкуснятины, то она вас будет выручать как на завтрак, как на обед, так и на ужин в течение всей недели. И к тому же, не нужно будет готовить отдельно для всей семьи, потому что блюда очень вкусные. И я уверена, что понравятся не только тем, кто на диете, но и всем вашим домашним. Сегодня я буду готовить французский террин с грибной прослойкой. Для его приготовления я беру примерно 600-700 грамм белого куриного мяса. Вот у меня было две вот таких вот цельных куриных грудки. Одну нужно измельчить на вот такие вот небольшие кубики. И вторую часть мы будем превращать в фарш при помощи ручного блендера. Потом нужно будет 2 яйца, столовая ложка кукурузного или картофельного крахмала. Ну и, собственно говоря, начинка. Начинка у меня сегодня из грибов, лука и моркови. Я, видите, небольшая сковородочка. Начинки нужно немного, чтобы была просто красивая прослойка. Я беру замороженные грибы, добавила туда половинку небольшой луковицы и одну небольшую морковь. Грибов примерно 100 грамм. Все это укладываю на сковороду с антипригарным покрытием и тушу без добавления масла. Масло нам понадобится совсем немножко для того, чтобы смазать вот такую вот форму. Специи у меня это черный перец, соль, мускатный орех, немного укропа. Неважно, сушеный он или свежий. Но укроп я люблю в любом виде и поэтому добавляю. Можете добавить другие специи или вообще не добавлять. И верх буду украшать при помощи вот таких вот семян сезама. Так, ну и приступаем к приготовлению. Будем сейчас превращать в фарш куриное мясо вместе с яйцами. Курицу я порезала, видите, вот такими вот кусочками небольшими. Добавила яйца и поскольку количество мяса небольшое, то буду использовать вот такой вот самый обычный ручной блендер для того, чтобы превратить его в фарш. Буквально одна минутка и видите, вот такая вот масса нам нужна в виде фарша. Затем мы солим, немножко перчим, добавляем мускатный орех, пряности, специи, травы, в общем, все, что вы любите. По вкусу, потом всыпаем сюда крахмал и все тщательно перемешиваем. После того, когда все хорошо перемешали, добавляем нарезанную кусочками оставшуюся куриную грудку и снова все перемешаем. Фарш для терина готов. В форму я влила чайную ложку обычного растительного масла, рафинированного и смазываю низ и края. Сейчас нам нужно будет выложить в форму ровно половину фарша. На фарш укладываем тушеные грибы с морковью и с луком. Полностью все, что у нас есть в сковороде. И сверху на грибы с овощами укладываем оставшийся фарш. Вот весь терин у меня уже в форме. И для красоты. Это делать не обязательно. Если вам не нравится, то не посыпайте. Но мне нравится, получается красиво и я посыпаю семенами сезама. Сейчас разогреваем духовку до 180 градусов и будем выпекать терин, ничем не накрывая, в течение 30 минут. Через полчасика терин готов. Посмотрите, у него должна быть такая золотистая корочка сверху. Из формы достается он легко. Видите, как сейчас я его достану, переложу и разрежу, покажу, как красиво он получается в разрезе. Смотрите, какая красота получается. Когда разрезаешь за счет моркови, грибов, вот эта прослойка делает обычный терин. Потому что, когда нет никакой прослойки, а просто куриное мясо, оно белое и смотрится обычно. А когда добавляешь вот такую вот красоту, то и вид получается праздничный. Надеюсь, рецепт вам понравится и готовить вы его будете с удовольствием. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное блюдо из куриной грудки, которое называется пасторма. Итак, какие продукты мы будем использовать? Я беру две куриные грудки весом примерно 300-400 грамм. Затем из приправ нам понадобится паприка, мускатный орех, гранулированный чеснок или свежий зубчик чеснока. Две чайные ложки соли на 300 грамм воды. И далее мы будем использовать для маринада немного жидкого меда и немного оливкового масла. Ну и приступаем к приготовлению. Что нам для этого нужно? Куриную грудку помещаем в контейнер, где она будет мариноваться в соляном растворе. Ну и готовим, соответственно, сам соляной раствор. Для этого в 300 граммах обычной воды, холодной, смешиваем две чайные ложечки. У меня вот морская соль. И заливаем, когда соль растворится, заливаем куриную грудку. И затем нужно будет ее мариновать минимум 3 часа. Я же буду ставить грудку мариноваться в соляном растворе ровно на ночь. Хочу обратить ваше внимание, куриная грудка должна быть полностью покрыта соляным раствором. Если вы же любите более пряное мясо, то можете, как и я, положить веточку свежего розмарина и лавровый листочек. Ну и отправляем на ночь в холодильник. Если же вы не имеете столько времени, хотите приготовить это блюдо побыстрее, то будет достаточно 3 часа маринования. По истечении времени маринования достаем нашу курочку, куриную грудку из холодильника. Выкладываем на бумажное полотенце. И хорошенечко ее вымакиваем, высушиваем, чтобы не было лишней влаги. Также я подготовила такую формочку для запекания. Ну, в принципе, она не нужна. И нитку для того, чтобы нам соединить две куриные грудки, потому что они у меня сами по себе небольшие. Ну и пока куриная грудка, мы будем ее подготавливать, обсушивать. В мисочке смешиваем ингредиенты для соуса. Это, как я уже говорила, сушеный чеснок, оливковое масло, мед, паприка, мускатный орех. Сейчас у нас должна получиться, вот смотрите, вот такая вот, как бы тягучая, но не слишком жидкая, чтобы она хорошо вот как бы легла на куриную грудку. Ну и сейчас будем при помощи ниточки, обязательно 100% хлопок, будем связывать нашу курочку. Вот таким вот образом при помощи нитки соединяем две половинки куриной грудки. И сейчас будем ее обмазывать соусом. Этим временем духовочку разогреваем на 250 градусов на максимальную температуру. Ну и подготавливаем форму для запекания. Подготовленную к запеканию пастерму отправляем в духовку, нагретую на 250 градусов. И запекаем ровно 20 минут. Затем, не открывая дверцы духовки, оставляем остывать пастерму до полного остывания. Это тоже примерно, ну, 3-4, максимум 5 часов. Если же вы запекаете ее вечером, то можете доставать пастерму утром. Вот пастерма полностью остыла. И сейчас мы уберем ниточку, которой мы ее связывали перед запеканием. И будем нарезать. Посмотрим, что же у нас получилось. Вот таким вот образом выглядит пастерма в разрезе. Получилось она невероятно нежное, сочное мясо, абсолютно не сухое. И благодаря добавлению меда, пастерма из курицы имеет особенный пикантный вкус. Надеюсь, рецепт вам понравится и вы будете готовить его с удовольствием. Сегодня мы с вами будем готовить диетический пирог, который я использовала, когда была на диете Пьера Дюкана. Итак, какие же продукты нам понадобятся? Для начинки нужно взять 300 грамм куриной печени, 1 луковицу. Также нам нужно будет взять зелень петрушки или укропа. Затем отварить 3 яйца, из которых мы будем использовать 3 белка и 1 желток. Ну и для теста нам нужны будут вот такие продукты. 300 грамм мягкого творога, 2 столовые ложки овсяных отрубей, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, затем пол пакетика разрыхлителя, у меня это 15 грамм, ну примерно 10 грамм можно будет взять. И затем также мы будем использовать 2 целых яйца и белок 1 яйца. Ну и приступаем к приготовлению пирога. Куриную печень измельчаем на вот такие небольшие кусочки. Лук нарезаем небольшими кубиками. Ставим сковороду с антипригарным покрытием на небольшой огонь. И отправляем туда абсолютно без масла печень и лук. Будем все это протушивать под крышкой до готовности. 3 белка и 1 желток измельчаем на вот такие кубики. Зелень измельчаем как для салата. Как только жидкость выпарилась и лук стал таким прозрачным и мягким, то начинка готова. Сейчас я немножечко присолю и оставлю для того, чтобы она немного остыла. И затем будем смешивать с другими ингредиентами. В глубокую миску выбиваем 2 яйца и 1 белок. И при помощи миксера будем взбивать с небольшим добавлением соли до пышной массы. В мягкий творог всыпаем примерно пол пачки, ну примерно 10 грамм разрыхлителя. И все тщательно перемешиваем. Яйца вот у меня взбитые. Увеличились они примерно в 2-2,5 раза. И сейчас, когда мы размешаем творог, мы будем все это соединять. Итак, к яичной смеси я добавила творог с разрыхлителем. Затем всыпаю туда овсяные отруби и кукурузный крахмал. И сейчас нам нужно будет все это перемешать до однородной массы. После того, когда мы перемешали все тесто, вот оно получается такое, видите, жидкое, воздушное. Нам нужно, чтобы оно настоялось. Это для того, чтобы отруби разбухли. Нам нужно будет его ставить минут на 10-15. Еще хочу заметить, иногда, если вы берете более крупные яйца, то я советую добавить еще дополнительно столовую ложку отрубей. Вот, чтобы консистенция теста была такая, немного гуще, чем тесто на оладьи. Пока тесто настаивается, мы завершим приготовление начинки. Для этого мы смешаем куриную печень, уже остывшую, вместе с яйцами и зеленью. Попробуйте на соль. Если соли недостаточно, то это самое время подсолить нашу начинку. Духовку разогреваем до 180 градусов. Половину теста выливаем в силиконовую форму. Диаметром она у меня 26 сантиметров. Можете взять и 28. Но тесто нужно разделить именно на две части. Форму я ничем не смазываю. Если у вас нет силиконовой формы и вы будете печь этот пирог в обычной форме, то я рекомендую подстелить пекарскую бумагу. Теперь сверху на тесто выкладываем нашу начинку из печенки, яиц и зелени. Полностью распределяя ее равномерно по всему тесту. И когда начинку уложили, теперь снова покрываем слоем теста. Вот так вот равномерно тоже все распределяя. Вот такой вот пирожок у нас получился. И сейчас мы в разогретую до 180 градусов духовку отправляем пирог выпекаться примерно на 30-40 минут. Ровно через 40 минут вот такой вот пирог я достала из духовки. Смотрите, пропекся он хорошо от стеночек. Отстает, ой, горячий. Немножечко сейчас подождать нужно, чтобы остыл. И тогда будем перекладывать на тарелочку. Естественно, покажу, какой же пирожок в разрезе. Вот такой вот пирожок получается в разрезе. Тесто, смотрите, воздушное. Он пористый, мягкий, но очень-очень вкусный. Так что, дорогие мои, худейте с удовольствием и ни в чем себе не отказывая. Всем желаю приятного аппетита, приятного похудения. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok